Вообще у меня очень забавная профессия, которая требует показывания того, чего нет. Я психиатр, я именно про эту профессию говорю. И когда ты сначала приходишь таким неофитом, ты читал только всякие разные учебники, справочники и так далее, ты же когда читаешь, ну как-то представляешь себе, как это. Ну вот там человек написал, там есть слова, они складываются в предложения и так далее. И ну там какие-нибудь психопатологии, там восприятие, мышление, там галлюцинации, соответственно, псевдогаллюцинации, нарушение мышления и так далее. Ты это все читаешь, ну там же все понятно, там же слова написаны. Ну так понятно, может быть, не очень хорошо, но как-то понятно. И ты, по сути дела, этими новыми словами обозначил, что ты можешь представить, что твой мозг способен вообразить, исходя из того опыта, который у тебя есть. И ты дальше с этим идешь, как с писаной торбой, полной уверенности, что вот сейчас ты, когда будешь разговаривать с человеком, то он тебе все это продемонстрирует. И начало образования психиатрического у меня началось на первом курсе военной медицинской академии, когда мы ходили на разборы профессорские. Значит, Виктор Христинафонович Смирнов руководил тогда кафедрой психиатрии, главный военный психиатр, и, значит, это было в таком зале, типа почти актовом, там стоял стол в центре, трибуна. Значит, Виктор Христинафонович сидел за столом. Дальше, значит, высаживались в рядах, сидели за партами его заместители, начальники отделений, психиатрии, там, ординаторы, адъюнкты, там, и так далее. Значит, и сзади сидели, значит, массовка, те, кто ходил на кружок, это называлось у нас в нос, военно-научное общество слушателей, в нос. Вот, да, и мы, соответственно, приводили лечащего врача пациента, который был к разбору представлен, и дальше Виктор Христинафонович, собственно, с этим пациентом разговаривал, задавал ему вопросы, что-то обсуждали, они после этого, значит, уводили этого пациента. Вот, и дальше, значит, профессор говорил, ну, что вы думаете? После этого надо было сказать, что вы думаете. Ну, и начинали с младших, как бы, к старшим. И, значит, вот ты сидишь, там, два человека разговаривают. Один явно что-то такое про это думает, потому что он ставит диагноз, да, другой, почему-то он задает именно те вопросы, которые он задает, вот, и вообще не понимает, почему именно эти вопросы. Значит, что-то вот пациент рассказывает, что, ну, как бы, и ты вот сидишь, у тебя есть какие-то знания, там, ты какие-то, знаешь, там, истерия, там, психопатия, шуфрения, там, я как депрессивный психоз, там, что-то чувствую. Вот, и ты так пытаешься прикладывать, значит, к тому, что ты видишь, к этому зрелищу, какие-то свои, вот эти, иллюзорные понимания феноменов. Вот. Вот. И после этого всех поднимают, и ты по очереди, значит, встаешь, говоришь, что ты, тебе кажется, какой диагноз ты там увидел, вот, почему, вот. И я помню, это первый раз, когда меня подняли, то я вообще слова не понимал, как сказать, потому что, ну, как бы, вот есть вот то, что ты выучил как-то, есть вот какое-то, что там, и ты такой, бей, ме, ку, ка, реку. Вот. И дальше, значит, там, адъюнкт, ординатор, все выступают, и, конечно, встает и объясняет, значит, что он считает, что он увидел, какую симптоматику, во что он вкладывается, что это, в конце концов, за диагноз, там, и так далее. Вот. И после этого, значит, Виктор Штенафонович берет слово, и, соответственно, всех просто смешивает, значит, стругает. В этот салат, в салат, вот. Одна была гениальна, совершенно, я помню. Обычно он был очень недовольный, потому что ему надо было как-то это развернуть и художественно очень рассказать. Он был человеком такого очень темперамента художественного. Вот он все еще не был, там, из Фройда, там, вот это все, да, 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 вот. И, значит, и обычно он был всегда просто в таком, эх, так, эх, так, вот, все от него все не нравились. Вот, да, и вот тоже был какой-то разбор, и там был пациент, он хорошо его запомнил, там, он на отделении манструбировал, значит, у него было ощущение, что он Христос, значит, и при этом он с Девой Марией, значит, занимался сексом, значит, в отделении. Да, и, значит, соответственно, Виктор Синафонович, значит, все разобрал, его увели, пока там все выступали, значит, и он уже был уже, эх, и заходит, значит, лечащий доктор, говорит, товарищ полковник, если доложить, ну, там, не так, Виктор Синафонович, что такое? По дороге пациент сказал, что он разговаривал с Богом. И говорит, со мной, уточняю, с вами, Виктор Синафонович, все настроение улучшилось, разбор прошел на ура, никто не получил нагонять. Да, и, вот, конечно, эти разборы были абсолютно бессмысленны, потому что это не давало ощущения, как бы, понимания вообще, что происходит. То есть ты просто находился в каком-то странном мире бесконечных интерпретаций, не понимая, что именно интерпретируется. Но я ходил на кружковские занятия, которые по пятницам проходили, или по средам, я сейчас вот что-то, по средам, наверное, или по пятницам, по пятницам. Да, и, значит, на этих разборах уже, собственно, адъюнкты, ординаторы, они тоже приводили пациентов, они с ними разговаривали, и, значит, после этого они их выпускали, и они задавали тоже вопросы, чтобы мы сначала ошиблись все в том, что мы его видели. А после этого они начинали объяснять, что мы видели. То есть они объясняли, что человек, который говорит вот так, это значит, что у него вот то-то. И это вот то-то, это то-то. Ну, то есть, условно говоря, если он говорит, что... Он говорит, вы слышали, как я задал ему вопрос, как вы это видите, когда я решила о галлюцинациях? Значит, и он затруднился с ответом, и я ему подсказал внутренним взором, и он сказал, да-да, внутренним взором. Значит, вот это и есть псевдогаллюцинация, синдром Кандицкого-Хлерамбо, значит, вот это и так далее. И вы видите, вы помните, как он смеялся? Что бросилось в глаза про другого больного? Что нам бросилось в глаза? Вообще все было странно. Бросилось в глаза все. Он говорит, ну, помните, как он смеялся? Мы такие, как он смеялся? Ну, вот так вот. Это вот гибифренность. Вот это вот такая вот гибифренность шизофрения. Ну, это я сейчас упрощаю все предельно, но, значит, нам показывали вот это что-то и называли. Называли, и в следующий раз показывали, снова называли, и другое показывали. Показывали, чем одно отличается от другое, как вот это в поведении. И постепенно вот этот вот терминологический весь аппарат, который используют в психиатрии, он постепенно превращался в то, что ты начинал это видеть. Входил пациент, начинал что-то рассказывать, и ты видел, что с ним происходит. То есть ты как будто бы знал за него, что с ним. И, значит, вот этот навык, он вообще очень шаги... Почему многие философы очень любили, как бы, в психиатрию ходить? В Вильгенштейн ходил в психиатрию, в Фуко ходил в психиатрию, там, и так далее. Потому что они сталкивались вот с тем, что невозможно описать своим, как бы, ну, мы свой собственный опыт, можно на кого угодно переложить и сказать, ну, как бы, и плюс-минус там, ну, где-то мы совпадем. У больного психиатического у него совсем все другое. И это совсем все другое, ты никогда не испытывал галлюцинации, ты никогда внутренним взором не видел, там, как с тобой разговаривает с телевизором Борис Николаевич. Ну, то есть, как бы... А вот так вот понятно, что он тебе говорит. Вы сейчас слушаете и думаете, ну, понятно, да, он же тебе говорит. Нет, он там ей или ему лично говорит. И это значит то-то и то-то. Вот. И вот этот опыт понимания того, что может быть совсем другое, вот в пределе психиатрии вы это видите, вы вдруг понимаете, что это другое есть у другого человека. И то, что когда он тебе говорит, и тебе все понятно, это просто потому, что вы в одном как бы континууме смыслов существуете, да, вот с психотиком там как бы границы, и там началась жизнь. А здесь вы как бы... Но на самом деле это точно такая же иллюзия восприятия, точно такая же иллюзия взаимопонимания. И реконструировать реальное поведение человека, что на самом деле он имеет в виду под тем, что он говорит, можно только в том случае, если вы относите то, что он говорит, с тем, что он делает. Потому что, когда я начинал уже после этого, ну и в процессе, работать с пациентами на отделение неврозов, там, ну, значительная часть пациентов была не психотического уровня, хотя много было пациентов психотического уровня, ну, вот с такой неврозоподобной симптоматикой. И когда ты вот общался с этими пациентами, то есть вот я все время спрашивал, а что именно происходило, что вы делали, а вот это что, а то, а то, а то, а то, а то, а то. И соотносил с тем, что они говорили. И я научился вот это видеть, что значение слов, мыслей можно понять только исходя из контекста действий. Потому что человек вот это говорит, а делает вот это. И ты бы так никогда не делал. То есть если ты думаешь так, то ты бы делал вот так, а он делает вот так. И вот когда ты это начинаешь понимать, вот, собственно говоря, начинает работать мышление. Мышление — это не игра в слова. Мышление — это понимание того, как реальность осуществляется. происходит. И вот именно это происхождение, так сказать, реальности, ее виденье, ну понятно, что это тоже модель, и так далее, она реконструирована, то вы не видите реальность, она недоступна там. Но вот именно этот механизм реконструкции через ощущение того, что происходит на самом деле, это и есть мышление, которое я ощутил, вот пережив этот кризис такой в полной фрустрации после разборов Виктора Кисеннафоновича Смирнова «Царство ему небесное». И после этого это уже как-то становилось практикой воспроизводства моделей, которых создают другие люди о реальности и понимание того, что реальность для них. Ну, опять же, реконструированное понимание, непонимание, я понимаю, что они чувствуют. Я не понимаю, что они чувствуют. Ну, то есть, я, конечно, могу, так сказать, я понимаю, вот, но я понимаю, что я не понимаю, но я это реконструирую и понимаю, что сделаю для того, чтобы человек, как бы, вот из такого перешел вот в такое. и все, так сказать, совершается. Главное, что есть в мышлении, возможность воздействовать на реальность тем, что ты, как бы, ее правильно реконструировал и находишь вот эту точку опоры, Архимедову, которая позволяет перевернуть мир, заставить сделать другое действие, привести к другому человеку опыту, переозначить то, что он видит, чтобы он увидел это в другой, как бы, когнитивной матрице, чтобы он это прочувствовал, чтобы это через него прошло, и он стал менять свое поведение. Такое мышление было. Спасибо кафедре психиатрии.